Добрый день, наши дорогие и уважаемые подписчики канала Виват Латвия, а также все те, кто к нам сегодня присоединились. Мы рады вас приветствовать сегодня уже из солнечной Юрмалы. Нельзя сказать, что она веселая, потому что прошел действительно очень большой ураган, как вы уже знаете. И, можно сказать так, мы приняли удар на грудь, но выдохнуть еще не можем. Прошло два дня, такое ощущение, что службы замерли, и даже, знаете, как-то их чем-то упрекать нет возможности, потому что они работали всю ночь тогда, когда произошел ураган, и многие дороги еще до сих пор находятся под завалами. Я вам покажу все, на самом деле. Сегодня прошел лайма-рандеву, фестиваль, и в последний день, в последний вечер уже начался ураган, очень серьезный. Ну вот, вы видите, с 26 по 28 июля было лайм-рандеву. Вот участники, которые приезжали. Тарофеева, Верка Сердючко, Алексеев, Мария Максакова, Янис Стибелис. Это второй день, Немо, Би-2, Николай Трубач, и многие другие. И последний день, вот, 28 июля выступал Андрей Макаревич. Сегодня уже светит солнышко, концертный зал в центре чувствует себя более-менее нормально. Не вижу там больших потрясений, проблем у него. Люди начинают возвращаться на курорт. В принципе, можно приезжать и отдыхать. Единственное, есть большая проблема в том, что нет уверенности, что в сточной воде не попала какая-то гадость, и поэтому пока службы еще только определяют качество воды на Рижском взморье и в реке Лелупе, поэтому не рекомендуют купаться. В самое ближайшее время поступят результаты пробы, и, соответственно, там уже будет принято решение, стоит купаться в море и в реке. Ветер еще не до конца успокоился. Море бурлит, но очень красиво, видите, сразу люди уже идут купаться. Первые смельчаки. Выход в Дзинтаре. Начали быстренько восстанавливаться кафе, потому что вот смыло буквально все здесь. Вы понимаете, вот в принципе Диволи стоял вот до стекляшки, остальную всю террасу у них смыло. Они уже, видите, заново ее фактически поставили с нуля. Вот так выглядит побережье моря сегодня. Постараюсь вам сегодня ответить на те вопросы, которые были в комментариях в прошлом видео. Юрмала – это не маленькая деревушка, это городок, который действительно состоит из частного сектора, который я вам в большей степени показывал в прошлый раз, курортного сектора. Ну, курортный город находится вдоль моря, большая протяженность, достаточно десятки километров, между морем и рекой Лелупе, курортное городишко, частный сектор, частная застройка есть, большой, достаточно город Калкури, там находятся квартирные дома. Покажу сегодня вам, как это выглядит, этому городу, это не просто деревня, да, все-таки городок, можно сказать так. Находится в 25-30 километрах от города Риги, то есть очень близко от столицы. Ну, в столице у нас город большой, где-то 700 тысяч жителей насчитывает. Ну, вот, показываю вам кусочки Юрмалы, солнечные уже сегодня. Это улица Юрмала, по которой я вот два дня назад, когда снимал предыдущее видео, шел по воде. Видите, сейчас все высохло уже, это у нас неплохая канализация, с канализацией все в порядке, просто у нас действительно выпало столько осадков, сколько не выпадало никогда. И несмотря на то, что многие писали, что так, я сказал, что такого урагана я не помню в своей жизни, все написали, да нет, было в 66-м, в 69-м году. Ребята, может, в 66-м и 69-м году и было, действительно, у меня тогда еще в живых не было, да. Но даже те, кто, вот, кого я знаю, они говорят, что в 66-м и 69-м в Юрмале такого не было. То есть по Латвии был ветер, да, но вот Юрмала такого не испытывала. Тут кто-то писал, что, ну подумаешь, какие маленькие у вас тут проблемки. Ну вот посмотрите, какие они маленькие. Стрелнику проспект, Дуболты. В прошлый раз я вас с Дуболты не завозил. Это чуть-чуть дальше от самой центральной Юрмалы. Ну, чтобы вы понимали по поводу деревни, да, какая тут деревня. Вот, ну вы посмотрите, какие последствия у нас этого урагана, ребята. Это, чтобы вы просто видели, я иду просто по одной улице. Улица одна из проезжих центральных улиц Юрмалы. Вот здесь все это было убрано, красивенько подстрижена травка. И вот такие сосенки стояли. Посмотрите, что здесь происходит. Это я просто остановился в одном из мест. Это вот, между прочим, асфальт и дорога, по которой люди катались на велосипедах и ходили пешком. Два дня назад. А сегодня это вот выглядит вот так. Вот эта дорога сегодня будет так, мои хорошие. Это один из кусочков. Дальше вы просто не видите, что там. Там точно такой же завал. Вот такие мелочи у нас здесь произошли, как их называли. Спасибо, что она не на дом упала. А это, мои хорошие, мел уже. Дарзу улица. Дарзу 17А. Ну вот, посмотрите. Какой подарок у человека на крыше. Посмотрите, что у него творится на участке. Кто-то мне написал, у нас там, понимаете, дома плавают по крышу в воде. Ребята, у нас здесь не лучше. Между прочим, вот в этом месте, как раз таки в мел уже, до сегодняшнего дня, а сегодня уже у нас вторник, 6 часов вечера, да, до сих пор нет электричества. То есть люди живут в третьи сутки уже без электричества, фактически. Ну, вы скажете, что есть места, где и подольше нет электричества. Ну, может быть, и так. Но мы в 21 веке привыкли, что электричество у нас есть постоянно. И для Юрмала это реально большие катаклизмы. Вот, видите, в мел уже до сих пор регулировщик стоит. Вот, вроде, подключили светофоры. То есть, очевидно, только то, как появилось электричество. Или, может быть, не знаю, железную дорогу как-то они отдельно запитали. Но вот он стоит и регулирует еще до сих пор флажками движение. Посмотрите, с какой скоростью идет поезд. Вот такое у нас движение. И обратите внимание, что это не электричка, а дизель. Дарзу 46. Вот так вот выглядит вот это вот имущество. Ну, там был лес, больше его нет. Мел уже перекресток Улисдарзу и Метро. Здесь был лес, ребят, позавчера. Посмотрите, что здесь происходит сейчас. Юрмала очень красивый город. Валтери. Если кто-то будет говорить вам, что это не так, не верьте. Просто приедьте и посмотрите сами. Вы убедитесь, что я говорю вам чистую правду. Те, кто хоть раз приехали в Юрмалу, они в нее влюбляются. Потому что не может быть иначе. Ну, как можно не влюбиться в этот сосновый лес? Посмотрите, какая красота. Красивые домики, которые построены. В реку, в море. Наша Балтийская. Я живу здесь в Юрмале. Конечно, я ее люблю. Поэтому я думаю, что это любовь передается с моим видео вам. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что Юрмала некрасива. Это не так. Ну, конечно, на вкус и цвет. Кому-то нравится каменный. Кто-то хочет в экологическом стиле построить себе домик из соломенной крыши и из дерева. И ему более комфортно и уютно жить в таком доме. Вот, посмотрите. Какой красивый срок. Кто-то комбинирует эти стили. Вот, видите, там деревянный домик. Кто-то просто это старое строение довоенной Латвии. В этой части до сих пор нет электричества. Провода лежат на земле. И машины проезжают, видите, под проводами, там сбрасывая скорость. Шесть вечера вторника. Здесь нет электричества до сих пор. Когда появится, толком тоже никто ответить не может. Еще немножко покажу вам нашу деревеньку. Это Пекрас Т-44. Ну, чтобы вы понимали, 44Б. Это не эксклюзив, ребята. Это обычная юрмала. То есть это не близкая, не дальняя, такая средненькая юрмала. Вот так она выглядит, вот эта деревенька. Да, конечно, машин немного и людей немного. И это возле реки. То есть до моря здесь пешочком идти, это 2 километра. Поэтому это место не очень-то в почете, чтобы вы понимали, да? Многоквартирный дом. Деревеньки. Второй многоквартирный домик в месте деревеньки. Ну, видите, дома, они все такие небольшие. Как бы 3-4 этажа, юрмала как-то старается, чтобы большой многоэтажный застройка как-то ограничивалась тремя-четырьмя этажами. Мы тоже не получим, что это многовато. Достаточно и трех. Ну, предприниматели хотят 4, конечно. Вот такая красота, посмотрите. Вот это юрмальская деревня, так сказать, да? Ну, что-то уже убрали, конечно. Что-то еще предстоит. Это довоенный дом, сохранившийся. Это новостроечка уже. Складские помещения в юрмале. Это не река, ребята, это дорога. И это крыша была. И еще много чего, помимо крыши, как вы видите. Каугури. Ну, такая деревенская часть юрмала. Это я шучу, мои хорошие. Для тех, кто говорит, что юрмала – это деревня. Район, который был включен в состав юрмала в 1959 году. 3,5 квадратных километра. Небольшой, но юрмала сама не очень-то большая, понимаете. Как городишко, да? Перебегая улицу. Так. Застроен многоквартирными домами. Видите, девятиэтажки стоят. Их много. Население 20 тысяч. Более чуть-чуть тысяч человек. Ну, вот вы уже можете видеть, в каком состоянии находится этот район города Юрмала. Уже, я думаю, что вам все видно, и вы можете понять, что здесь произошло два дня назад. Разгребсти это еще люди, конечно же, не успели. Это не представляется возможным. Весь район показывать не буду. Он не является эксклюзивным, понимаете, да? Находится от центра Юрмала на достаточном расстоянии, где-то 10-15 километров. Ну, вот это была площадка детская в этом районе. Детки здесь гуляли, отдыхали, бегали и прыгали. Ой, сердце кровью обливается. И не важно, где произошло такое событие, ребята. В Литве, в Белоруссии, в России, на Украине. Это ужас. Это большая беда, с которой надо бороться. Надо помогать друг другу. Сюда приезжал премьер-министр Латвии, господи Жасилин. Я не знаю, но посмотрел так же, как мы с вами сейчас смотрим на все на это. Я думаю, что... Ну, и что дальше? Дальше надо просить поддержки и включать все силы, которые возможны только фонды. Потому что, ну, вы видите сами. Посмотрите на верхушки деревьев. Что от них осталось вообще? Посмотрите, что здесь творится. Это юрмала, мои хорошие. Это вы говорили, ничего страшного, дрова. Спасибо. Столько дров нам лет на 10, что точно хватит. А разгребать это все, вы понимаете, службы просто не в состоянии. Потому что, ну, сколько может спить профессиональная служба, которая там спасения? Помочили, разрубить, вырубить. Они работали всю ночь. Потом просто-напросто даже у них не хватило силы что-то делать. Видите, какие скамеечки красивые были. Этот парк был где-то давно сделан. Года три всего назад. Многим очень нравился. А что тут могло не нравиться? Специальное покрытие. Специальные все профессиональные лазилки для деток. Ну, конечно же, тут всем нравилось быть. Теперь надо собраться силами это все как-то восстанавливать. Вот, посмотрите. Подниму еще камеру со всех сторон. Вот школа стоит. Вот многоквартирные дома, район. Вот парк. Игровая площадка Дублта. Такой скверик. Где люди могли посидеть, отдохнуть. Детки могли налазилках полазить. Ростом с меня. Да, все это вот так вот выглядит. Говорите, не вековые сосны, да? А какие они? Вот так вот добрались до игровой площадки. Деткам повезло. Все как новое стоит. Посмотрите. А эта часть не пострадала вообще. Выборочно как-то все. Ну и хорошо. Вон ребята уже играют в баскетбол. А детей нету. Видите, все огорождено. И заход на территорию закрыт для деток. Ну и правильно, конечно, они здесь куда-нибудь залезут. Очень ясное дело. Вы спросите, а где люди, которые должны это пилить все и уносить? И что, сами пилы в руки не взяли, кто-то написал. Ребята, Юрмала очень сильно охраняется в этом плане. Здесь, чтобы дерево спилить, комиссию отсюда надо вызывать. Поэтому деревьев здесь очень много. И сам ты взять пилу и пилить не имеешь права никакого. Тебя сразу заберут и будет большой штраф. Вплоть до уголовной ответственности, чтобы вы понимали. Люди, которые не пилят сегодня это все, мы им никаких претензий предъявить не можем. Они первую ночь всю работали. Сколько человек в состоянии продержать пилу в руке, вы понимаете, да? Даже если он профессионал и даже если он крепкий. Поэтому надо с нисхождением ко всему относиться. Мы это понимаем. Мы им благодарны за то, что, по крайней мере, дороги открыты и машины двигаются. Переживем. Главное, что люди живы. Больших потерь у нас нет. Это точно пока не опубликовали. Может быть, кто-то погиб. Не могу вам сказать. Но больших потерь точно нет. Поэтому, слава богу, как-нибудь переживем. Ну, разные домики в Юрмале есть. Есть и вот такие. И с этим многоквартирный дом. Довоенной Латвии. И такие есть домики. И такие. Видите, как все покошено ураганом. Нет, ребята, это не просто плач. Это такой плач, знаете, с сожалением большим. Нам просто очень жалко нашу с вами природу. Это же сколько лет они все расклеят деревья, вы понимаете? Посмотрите. Станции наши железнодорожные. Посмотрите, какая красивая. Впереди это уже железная дорога. Солыпенькая. Вот здесь, слава богу, повальных деревьев вообще не вижу. Вот наша маленькая деревня. А напротив лес. А дальше там вот уже начинается частный сектор. На этой вот ночи хочу попрощаться с вами, наши дорогие, уважаемые подписчики. Спасибо всем тем, кто выражал нам поддержку и понимание. Спасибо, что вы с нами. Мы тоже искренне выражаем свои соболезнования. Все тем, кто пострадал от этого урагана в других странах и регионах. И выражаем вам свою поддержку, насколько мы можем это чисто психологически вам оказать. Конечно, будем надеяться, что государство и самоуправление окажут помощь пострадавшим людям, которые поднесли огромные убытки. Ну а нам что остается? Попросите глубоко прощения за наши грехи, наверное, и все вместе быть чуточку добрее друг к другу. И на этой ноте хочу с вами прощаться. Любите друг друга, берегите друг друга. Всего вам самого доброго. До свидания.